Всем привет! Сегодня у нас с вами будет снова такое парфюмерно-ароматное видео. Это уже будет третье видео из этой серии. Ссылочки на предыдущие два видео я оставлю под этим видео. Таким образом мы разбавим немножко наши музыкальные темы. Но музыкальные видео скоро будут. У меня уже подготовлено несколько произведений для записи. Я надеюсь, что все получится. Хотя я сейчас немножко приболела, немножко меньше занималась. В общем, посмотрим. Я думаю, что скоро я запишу эти видео. Потом я сейчас разбираю новое произведение. Вчера получила ноты по имейлу. Это испанский композитор. Обалденная музыка. Мне очень нравится. Малоизвестная пока музыка, но очень красивая. С удовольствием сижу, разбираю. В общем, такие видео будут. Потом будет видео на болтологическую тему, можно сказать. Потому что вы меня, знаете, со своими комментариями здесь, в инстаграме, как-то наталкиваете на какие-то мысли, на какие-то рассуждения. Мне кажется, это будет интересно. Причем не только музыкантам. В общем, ладно. Сегодня мы поговорим о вот этих вот двух парфюмах. Амуаж Юбилейшн 25 и Лирик. Вот такие вот два аромата. Опять же, горячо любимые. Как же может быть по-другому? Давайте начнем с Юбилейшн. Не буду останавливаться на упаковке. Я уже об этом говорила в первой части. Вот такой вот аромат. Теплого такого коньячного цвета. Опять же, все очень красиво. Красивая такая крышечка с красным кристалликом. Сам аромат для меня аромат праздника. Он какой-то, опять же, вибрирующий. Наверное, здесь есть ирис, почули, что-то такое. В общем, он вибрирует. Как будто там, знаете, есть такие маленькие газики, как в шампанском. Вот что-то такое игристо, вибрирующее. И все вот ароматы Амуаж для меня вот вначале имеют какой-то действительно... Вот, кстати, многие об этом говорят. Имеют какой-то такой винтажный немножко аромат. Какой-то старинный такой. Но потом он как-то выветривается, и ничего винтажного уже не остается. Вот для меня это аромат праздника. Аромат хорошего настроения. Он теплый, он, опять же, восточно-цветочный, праздничный. Такое прям вау! Хорошее настроение, куча энергии. И вот этот вот цвет, мне кажется, очень подходит к этому аромату. Вот, давайте почитаем с вами пирамиду. Что же тут есть внутри? Постоянно включается какая-то реклама на телефоне. Так, фрагрантика. Юбилейшн фо вумен Амуаж. Это аромат для женщин. Он принадлежит группе восточной цветочной. Угадала. Юбилейшн выпущен в 2008 году. Верхние ноты. Иланг, иланг, роза, тархун и лимон. Средние ноты. Лабданум, роза, артемизия и ладан. Базовые ноты. Амбра, пачули, мускус, ветивер и мира. Хорошо. Значит, иланг, иланг, наверное, дает вот эту вот вибрирующую ноту. Роза, тархун. В общем, как обычно, очень много всего. И, конечно, это нужно обязательно пробовать в магазине. И вот я могу вам только рассказать о своих ассоциациях. Но вот, например, на фрагрантике я читала буквально первые два комментария. Кто-то написал, что это что-то такое темное, ладановое. Я ладана здесь не чувствую. Я чувствую здесь вот какую-то смолу в перемешку с цветами. Для меня это наоборот. Вот такой вот ярко-желто-оранжевый искристый цвет. Хорошее настроение и праздник. Вот. Так что у каждого свои ассоциации. Для меня он очень какой-то вот такой веселый, именно праздничный. Вот. Классный аромат. С удовольствием им пользуюсь. Переходим к следующему. Не буду я долго сегодня рассусоливать. Следующий аромат это Муаш Люрик. Я его обожаю. Вот он такой темно-красный. Это, конечно, аромат, посвященный розе. Сейчас я вам покажу сам флакон. Такой темно-темно-красный. Практически черный. Такое вот очень все красиво опять же сделано. Это роза, обрабленная ладаном. Роза такая огромная, темно-красная. Ой, обалденный аромат. Но он такой строгий. Опять же, очень на любителя. Из-за того, что здесь очень много ладана. То есть здесь вот действительно вот такая дымная роза. Но вот этот ладан настолько какой-то мистический. Вот все это вместе с розой. Знаете, у меня он даже ассоциируется с одним произведением. Сейчас я вам об этом расскажу. В общем, вот этот вот темный цвет. Очень насыщенный аромат розы. Но не душащий. Потому что роза бывает такая прям удушливая. Здесь очень такая бархатная, очень интересная роза. И очень много ладана. Вот. Практически вот один ладан и роза. Больше я здесь ничего не чувствую. Давайте мы с вами почитаем. Что же здесь написано об этом аромате. Он очень тоже стойкий. Так же, как и предыдущий. Настолько стойкий. На одежде вообще практически неделю держится аромат. Я вот вчера ходила на работу. И весь день от меня пахло вот этим юбилейшн. Просто вот хорошее настроение. Мне весь день было гарантировано. Так, давайте почитаем саму пирамиду. Выпущен в 2008 году. Принадлежит группе восточные и цветочные. Верхние ноты. Бергамот. Зеленый кардамон. Да, кардамон я немножко чувствую. Корица и имбирь. Ноты сердца. Роза из Непала. Ангелика. Не знаю, что это. Это жасмин. Иланг-иланг. Герань. И корень ириса. Ноты базы. Зеленый дубовый мох. Мускус. Древесные ноты. Пачули. Египетский ветивер. Сандаловое дерево. Бобы тонкой. Ладан. В общем, опять же, огромная пирамида. И вот основные слышимые ноты, по мнению пользователей, это роза и ладан. Точно так же, как у меня. То есть, я тоже чувствую розу и ладан. Все остальное, опять же, настолько хорошо перемешано, что отдельные ноты даже не ощущаются. Обалденный аромат. Опять же, далеко не для всех. Какой-то он взрослый. Какой-то он, опять же, такой страстный, горячий. И какой-то вот строгий из-за ладана. Он строгий. Он такой, как бы не для всех, а такой какой-то вот он личный. И немножко, знаете, как молитва в церкви или что-то такое. В общем, если попробовать найти какие-то музыкальные ассоциации с этим ароматом, то знаете, что это будет? Это будет Чакона Бах Бузони. Вот, опять же, такое, все-таки Бах, да, очень строгая музыка, с одной стороны. А с другой стороны, очень эмоциональная и немного романтическая. Так как все-таки Бузони, это уже более романтический композитор. Обязательно знакомьтесь с этими ароматами в магазине. Скорее всего, у вас будут совершенно другие ассоциации. Может быть, вам не понравятся эти ароматы. Но я сегодня рассказала о своих ассоциациях, о том, как я вот их чувствую. Я им с удовольствием пользуюсь. Очень рада, что они у меня есть. И хочу еще много-много ароматов от Амуаж. Мне очень нравится еще Дия, мне нравится Гольд, такая классика. Опять же, такое, что-то хорошее настроение и очень сильные ароматы. Не Дия, я имею в виду Гольд. Дия, что-то такое более легкое, тоже мне очень нравится. Хочу и Убар попробовать, хотя его сейчас вроде уже не выпускают. Но в Ибэй еще можно его достать. В общем, очень много чего еще хочу. Пишите, пожалуйста, об Амуаж. Есть ли у вас, что вам нравится. Какие у вас ассоциации вызывают эти ароматы. Может, есть у вас имена, лирики, юбилейшн. Мне будет очень интересно почитать. Подписывайтесь в мой Инстаграм обязательно. Там очень много выходит музыкальных видео, фотографий. И, в общем, каждый день я что-то показываю, даже как я занимаюсь. И что я играю, и как я играю, и так далее. В общем, обязательно заходите туда. И надеюсь, что скоро я запишу новые музыкальные видео. Вот. И сейчас я с вами прощаюсь. Всем всего самого-самого хорошего. И пока-пока. Продолжение следует...